Одесская пятиэтажка, расположенная по адресу улица Терешковой, 30, по-настоящему уникальна, потому что это чудо советской архитектуры выделяется даже на фоне соседних пятиэтажек. Причем как снаружи, так и внутри. Затопленный подвал, протекающая крыша, дырявые коммуникации, до которых, впрочем, местному ЖЭКу и дела нет. Советские пятиэтажки, получившие в народе название «хрущевки», когда-то были построены для того, чтобы временно, примерно лет на 40, разрешить квартиры на вопрос, портящей советских граждан на их пути в светлое коммунистическое будущее. Будущее наступило, а коммунизм нет. Поэтому граждане вынуждены продолжать жить в панельных пятиэтажках, превратившихся со временем из хрущевок в настоящие хрущобы. При одном взгляде на дом по улице Терешковой, 30, становится не по себе. Чтобы попасть в подъезд, дома приходится пробираться через мусорные завалы, которыми почему-то украшена вся придомовая территория 30-го номера. Ну, это, как говорится, цветочки. Так вы зайдите в парадную. Вы в парадную зайдите и снимите, пожалуйста. Вы посмотрите, там этаж ужас просто какой-то. Войти, конечно, нетрудно, потому как входная дверь подъезда никогда не закрывается. Впрочем, как и большинство окон, просто потому, что там нечем закрываться, окна выбиты. Стены подъезда украшают грязные потеки и остатки штукатурки, положенные еще советскими строителями. Впрочем, отсутствие штукатурки – ничто по сравнению с отсутствием кирпичной кладки в самих стенах. Цветущий вид парадному придает разве что цветущая на стенах и потолке плесень. Кровля дома напоминает дуршлаг, поэтому осадки оседают аккуратно на лестничной клетке. Впрочем, об этом знают не только жильцы, но и коммунальные службы, которым жители жалуются с завидной регулярностью. Чуть-чуть дождик и все, крыша течет. Как бы над нашими комнатами и нормально, там, где мы поселили. А там, где вот лестница, площадка, течет всегда. Когда вообще-то дождь идет, то течет и крыша, и все, аж в ручье идет. Все это с подъезда. Вам бы не хотелось кого-то из представителей наших властей, вот самого высокого выношения, просто предложить, ну не пожить, конечно, в парадном, понятно, что, но просто вот в таких условиях понаходить. Ну вы что, хотите, чтобы они там повесились, что ли? Ну а последние сутки дом заливают не только сверху, но и снизу. Радость жильцов по случаю подачи горячей воды быстро испарилась, как только стало понятно, что горячая вода хлещет из прорванных труб в подвале. Разумеется, местный ЖЭК тут же был проинформирован о проблеме. Я пошла сегодня в ЖЭК, мою заявку приняли, что нету, что прорвала труба. Вышел начальник, приличный мужчина, ничего к нему не имею, я даже не знаю, как его зовут. Я говорю, прорвала вода горячая, я говорю, а напора нету, воды горячей нету. Он говорит, тогда мы вас тогда отключим. Но самое удивительное, что местный ЖЭК оказался не способен даже на то, чтобы перекрыть вентиль с горячей водой, которая по-прежнему продолжает хлистать из прорванных труб.